Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Николай Петрович Богданов-Бельский, русский художник-передвижник, действительно член Императорской Академии Художеств, председателем общества имени Куиниш. Родился 8 декабря 1868 года в деревне Шипки Бельского уезда Смоленской губернии. Был небрачным сыном Батрачки. Фамилию Богданов будущий художник получил открестивший его священником, то есть богом данным. Бельским он стал позднее, присоединив к фамилии название уезда, в котором находилась родная деревня. Учился в церковно-приходской школе, затем в ныне знаменитой школе Рочинского в селе Татеве. В 1882 году Рочинский отдал Богданова Бельского в иконописную мастерскую Троицы Сергиевой Лавры, а в 1884 в Московском училище живописи вояний и зодчества. Учителями Богданова Бельского были Маковский, Поленов, Пренишников. За работу будущий инок 1889 года Богданова Бельскому вручили большую серебряную медаль и присвоили звание классного художника. Эта картина была куплена Солдатенковым, а затем ее перекупила императрица Мария Федор. В 1894-1895 годах он учился живописи в высшем художественном училище при Императорской академии художеств у Репина, потом уехал в Париж и посещал студии Колороссия и Кармона. Работал в Италии, Мюнхене. В 1905 году было присвоено звание академика, а в 1914 он стал действительным членом академии художеств. Был членом нескольких видных обществ художников, в том числе передвижников и общества имени Куиндер. По его инициативе и при поддержке Репина по всей Европе прошли выставки русской живописи, на которых представили свои работы Беливин, Коровин, Малявин и другие известные в то время художники. В 1920-м уехал в Петроград, а затем в Латвию. В Риге стал почетным членом студенческой корпорации, награжден ордером «Три звезды». Богданов Бельский писал в основном жанровые картины, образования крестьянских детей, портреты, импрессионистские этюды, пейзажи. Во время Великой Отечественной войны находился на оккупированной немецкой территории Латвии. Продолжал писать портреты. В 1944 художник тяжело заболел, лежал в берлинской клинике. Умер 19 февраля 1945 года в Берлине. Похоронен на русском православном кладбище в Берлине. Могила внесена в перечень находящихся за рубежом мест погребения, имеющих для Российской Федерации историко-мемориальное значение. 23 июня 2000 года в селе Татеве Оренинского района был открыт музей художный. Ну так, вкратце о художнике, русском художнике, передвижнике, действительном члене Императорской Академии Художеств, председателе общества имени Куинджи Николае Петровиче Богданове Бельского. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok